Одна из главных задач, стоящих перед разработчиками децентрализированных финансовых систем и приложений, работающих с криптовалютой, это сделать блокчейн доступным для большинства обычных пользователей, которые знакомы с современными технологиями на поверхностном уровне. Каждая команда подходит к её решению по-своему, но их опыт безусловно ценен и так или иначе помогает приблизить наступление эпохи Web3. К таким разработчикам можно отнести команду создателей Subquiry – удобной платформы для работы с децентрализированными мобильными приложениями. Благодаря Subquiry, разработчики DApps на базе Substrate и Polkadot смогут создавать простые и удобные в работе приложения гораздо быстрее. Для этого им не потребуется долго учить и вникать в нюансы программирования. Платформа предоставляет им базу, от которой можно отталкиваться при создании своих парачейн-проектов и интеграции криптовалюты в уже существующее приложение. Этот проект, по сути, позволяет использовать любое приложение для получения данных из блокчейна. Сеть обеспечивает быструю передачу данных, их надёжную защиту и длительное хранение. Subquiry – проект с открытым исходным кодом, доступ к которому может получить каждый желающий. Запустив свой узел-индексатор, пользователь может создать собственную базу данных, которая будет надёжно защищена благодаря технологиям Polkadot. Запросить её в любой момент можно при помощи языка запросов и манипулирования данными GraphQL. Команда разработчиков не скрывает, что вдохновлялась The Graph и создала проект, схожий с ним в технологическом плане. Однако он остаётся уникальным, ведь по сути представляет собой нечто совершенно новое. У пользователей есть несколько возможностей для активного и пассивного заработка. Зарегистрировавшись на платформе Subquiry, новый пользователь может стать одним из трёх типов участников процесса, передачи и индексирования данных. Первый тип участников – это потребитель. Это пользователи, которые получают доступ к данным в блокчейне и платят за это CQT – внутренние токены Subquiry. Второй – это индексаторы – пользователи, которые размещают в своей инфраструктуре проекты, созданные на базе Subquiry. Именно они запускают узел-индексатор и следят за работой службы запросов. Они выбирают для индексации правильные проекты и осуществляют мониторинг ресурсов. За все виды деятельности они получают вознаграждение, пропорциональное их активности. Но и третий тип участников – это делегаты. Они могут поддерживать индексаторов, передавая им во временное пользование токены со своих счетов и получать за эти действия награду в CQT. В данный момент платформу нельзя полностью назвать децентрализированной. Она уже работает с некоторыми крупными проектами на базе Polkadot и приложениями DeFi вроде Acala и Bifrost. Но чтобы проект вызывал больше доверия у рядовых пользователей, разработчики хотят сделать его полностью децентрализированным. Это повысит интерес крипто-сообщества к Subquiry и поможет проекту развиваться. В будущем проект планирует стать одним из парачейнов Polkadot, но даже сейчас у него есть ряд преимуществ перед другими подобными платформами. Первое – это простота. Чтобы проект на базе Subquiry начал корректно работать, нужно изменить под себя всего три файла из его открытого кода. Проект также создает простые и понятные для рядовых пользователей туториалы. Второе – это гибкость. Любой пользователь может добавить в код проекта набор данных, необходимых именно ему. Это экономит деньги и время в процессе передачи информации. Третье – это дисбаланс индексатора и делегата. Платформы конкурентов не представляют индексаторам возможность менять ставки для делегатов, если те не были предупреждены. Разработчики Subquiry готовы предложить решение этой проблемы. Четвертое – это отсутствие кураторов. На платформе Subquiry вместо них будут заказы на покупку – своего рода обязательства между двумя участниками процесса индексации. Но это далеко не полный перечень достоинств нового проекта. Команда разработчиков состоит из профи, каждый из которых не раз работал над решениями для экосистемы Polkadot. Проект уже поддержали такие влиятельные компании, как Digital Finance Group, DeFi Alliance, D1 Ventures, Gipersphere Ventures, Lao и Bitscale Capital. Это свидетельствует о его перспективности и значимости для криптосообщества. В данный момент Subquiry активно собирает средства, чтобы развиваться ещё быстрее. Ну а всяческими способами поддержать проект уже сегодня может каждый желающий.